Машины, что называется, культовые. Полноприводные шварценеггеры Голливуда и гроза московских улиц. На войне это явный легковес. Но такие машины нужны для быстрой переброски малых групп войск, военно-полицейских и связных функций. Новые российские вездеходы не так известны, как «Хаммер», но превосходят его по многим показателям. На Бронницком полигоне 21 НИИ Министерства обороны России испытано внешне, казалось бы, знакомая машина. Это усиленный внедорожник «Барс», построенный на базе привычного армейского УАЗика. «Барс» длиннее, корпусы стекла могут быть бронированы. Все это потребовало новой силовой установки. Стандартным для него считается бензиновый инжекторный двигатель, мощностью 132 лошадиные силы. «Барс», конечно, очень похож на обычный УАЗик, но отличия есть и весьма существенные. Передняя пружинная подвеска, длинная база и широкая колея обеспечивают лучшую плавность хода. Гидрусселитель тоже весьма к месту. Да и грузоподъемность увеличилась до одной тонны. А если поставить на «Барс» комплект скрытой защиты, то есть легкой брони, как на этот УАЗик, воевавший в Чечне, тогда он сможет выполнять и боевые задачи. В январе 2000 года этот автомобиль, в котором в тот момент находился комендант у Росмартановского района генерал-майор Дробин, водитель и охранник, попал в засаду. Как позднее посчитали, в автомобиле было произведено 47 пулевых попаданий, автомобиль не потерял подвижность. И жизнь трех человек, благодаря комплекту скрытого бронирования, была сохранена. Это всего лишь два автомобиля вездехода российской армии. На полигоне в Бронницах испытываются десятки других экспериментальных моделей автомобильной военной техники. Они отличаются друг от друга внешним видом, мощностью и типами двигателя, весом и многим другим. Но роднит их одно – высокая проходимость. Качество – важнейшее для армейского автомобиля. Войны редко происходят на хайвеях. Униформы, начиненные электроникой, умные ракеты, самолеты-невидимки. Развитие военной техники не остановить. Но каких бы высот она ни достигла, одно на войне останется неизменным всегда – море грязи и солдат, который должен переправиться через него. Вездеходы созданы именно для этого. По части разработки, серийного производства и оснащения сухопутных войск специальными вездеходами, Советский Союз заметно уступал Соединенным Штатам. Во время Второй мировой и после нее армия США имела на вооружение прекрасные машины – «Биллес» и «Додж-3,25». Последние послужили до 70-х годов. Позже появился тяжелый джип «Хаммер». В нашей армии не было аналогичной машины. УАЗик намного легче, со значительно более слабым двигателем, хотя и с отменной проходимостью. Однако его базовое шасси, в отличие от «Хаммера», не приспособлено для установки тяжелого стрелкового вооружения или противотанковых средств. По существу УАЗик – командирское транспортное средство для прифронтовых дорог. Переворот в деле военного джипостроения в нашей стране произошел в конце 80-х годов. Горьковский автозавод получил от Министерства обороны новое задание. То, что выбор был сделан в пользу газа, было объяснимо. Этот завод, помимо «Волк» и «Чаек», многие годы проектировал и выпускал все колесные БТРы советской армии. В технических требованиях по проекту «Водник», а именно так нарекли новинку, новая машина классифицировалась как высокомобильное транспортное средство. Интересно, что в свое время в Америке «Хаммер» классифицировали точно так же. Но на этом сходство «Водника» с известным американским внедорожником и заканчивается. ГАЗ-3937 получился совершенно иной машиной. В основе «Водника» модульная схема. На платформу, состоящую из шасси и двигателя, можно установить любой модуль. Боевой, транспортный, а также специальный, зенитно-ракетный и связной. Самые интенсивные испытания «Водник» проходил на броненском полигоне 21-го НИИ Министерства обороны. «Водник» Автомобиль рассчитан на работу практически в любых климатических условиях. При морозе до 45 градусов и жаре в 50. Машина оснащена мощной системой отопления и кондиционирования. «Водник» похож на черепаху с большим панцирем. И кажется, что такая машина быстро ездить просто не умеет. Но это только кажется. «Водник» уверенно преодолевает практически любое бездорожье и быстро едет по дорогам. По грунтовым со скоростью до 60 километров в час, а по шоссе до 120. «Водник» уже проходил испытания в боевых условиях. Два года назад несколько машин отправили в Чечню, где они работали по фронтовому. Экзамены «Водники» прошли успешно. «Водник» 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 не вполне корректно, поскольку это машины разного класса. «Газовская машина» вдвое тяжелее, но в отличие от американского вездехода может плавать или, говоря военным языком, форсировать небольшие водные преграды. И, наконец, «Водник», в отличие от «Хаммера», автомобиль бронированный и более грузоподъемный. «Водник»